Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь и обсудим новые видосы. Мукбанг, я вам завидую, мясной пир. Вот что муж приготовил на ужин в Таиланде. Короче, сидит наша парочка, да, и уже Нинка наша, смотрю, выздоровела, носу тёрла, слёзки тоже. И говорит, значит, напилась всяких таблетков. Вовка, говорит, меня намазал везде, где только добрался. Ой, как хорошо, что везде, где только добрался. Надеюсь, туда не добрался, иначе бежала бы по Паттайе и прошлёп на губы забыла точно. Говорит, легче, конечно же, стало, но ковыляю. Лежала, визжала, орала, рыдала, что прям чуть ли пошевелиться она там не может. А тут уже всё ковыляю, говорит, ковыляю. Представляете, всё, рыдание закончилось, как ей написали в комментариях. Это что, спектакль окончен, драмы больше нет? Действительно, драмы больше нет. Мясо, мясо Вовонька принёс. Принёс шашлык, принёс язык, салатики. И какое тут лежание в кровати и слёзы. Тут уже бегом, надо бегом нести свою шлёп-ногу за стол и есть, есть, и ещё раз есть. Нет, правильнее будет жрать. Слава Богу, говорит, что есть муж, да. Слава Богу, говорит. Шашлык еле выбил, еле успел, чтобы купить. Ну, а дальше, Сюси Муси, спасибо, что ты меня поддерживаешь и, слушайте, свистульку свою протянула к Фофоньке. Фофа прям не ожидал. И опять же, любимую, не особо-то и поцеловал. Даже, по-моему, и не прикоснулся. Вот вам и любовь. Главное, мясо в тарелке, салатик, язык, остальное по барабану. Он и бежал за едой, понимая, что сам будет всё это трескать. Аппетит шикарнейший. Говорит, завтра надо попробовать до басика дойти. Там же веса нет, говорит, там вода. Якобы в воде постоять, может, легче будет. Слышали? То до туалета не могла дойти. Визжала, кричала, слезами умывалась. Тут уже она на кухню прилетела, да. А завтра в басик, только бы дома не сидеть. Ой, Нинка, Нинка, какая же ты дешёвая актриса. И опять песню завела про плесень, слизь. Сидит в рот, толкает и о плесени и слизи рассуждает. Мне кажется, ребят, им там кучу, сами понимаете, чего. Положи, да, под носом, возле тарелок. И им по барабану будет. Будут как жрали, так и будут дальше жрать. Присоски, говорит, коврик не держат, естественно. Да куда ж тебя удержишь? Там никакой коврик тебя не удержит. Хотя, ребят, ну, не верю я, что она там эту ногу потянула. Ничего там не было, абсолютно ничего там не было. Вот надо было просто разыграть спектакль, поваляться в постели, порыдать и всё. Ну, а дальше, как только Фовка начал закладывать, закидывать мясо в рот, тут же стал разговорчивый. Вы знаете, чтобы, наверное, Фовеньку разговорить, надо ему поставить тазик жрачки. Да и Нинка тут разговорилась и про ногу свою забыла. Тут уже наедалась от души, толкала в свою резиновую свистульку целые куски мяса, заедала, захлебывала всё это дело с салатом и была безмерно счастлива. Всё, ребят, и правда, спектакль окончен. Гаснет свет. Нина дальше рассказывает, как же она быстро исцелилась, потому что хорошо, что она была дома. И она сразу легла в кровать, сразу холод приложила, сразу таблетки и мази. И вот всё, Нина уже на кухне. Работает рот полным ходом. Ну, у неё же работает что ещё? Сиськи, кардан, ну и свистулька. Она сама об этом говорила. Поэтому всё, исцеление произошло. Уже, говорит, и в туалет, и к компьютеру. Не могу, говорит, я лежать. Слышали? Всё. Порыдала, полежала. Ну, куда ж лежать? Надо вставать. А тем более тут ещё и кушать подано. А ещё, знаете, я что-то так задумалась. Они вместе ли они ходили за покушать? Это ж надо, ребята. Рыдала, ногу хотела отрезать. А теперь ржач и жор. Ох, ребят, какая же она актрисулька негодная. Ну, разве так можно? Так рыдать, визжать. Вот представьте, ведь если что-то случится, действительно сложное, да, что-то произойдёт, ей никто не поверит. Не дай бог, конечно же, никогда никому не пожелаю болезни и смерти, но ей просто уже никто не поверит. Ни за что. Вот поэтому, как бы она эти спектакли не играла, никто не верит ей. Где-то ей, может быть, и болит когда-то, но всё, народ уже не верит в её сказки. Язык толкает в рот, достаёт изо рта кости, и говорит язык с костями, и ещё не чищены. И не поняла, откуда в языке могут быть кости. Дальше слышали, что Нинка сказала, что порошки, которые она пьёт, на голодный желудок пить нельзя. Получается, Нинка уже несколько раз сгоняла на кухню и поела. Ну, или у неё всё произошло просто моментально, сразу же после завтрака, ну, или обеда, когда они там ели. Они же просыпаются в обед. В общем, ребят, врёт, как дышит, врёт, как дышит. Охота была только мазюкать эту ногу и тратить на неё мази. И дальше слышали, что сказала, быстрей бы отмучиться. Вот я не знаю, как можно даже такое говорить. Вот она не боится действительно, что её накроет. И это не шутки, её по-серьёзному может накрыть. Так визжать, так прикидываться, что ей болит, причём с камерой, умываться слезами, чтобы жалость вызвать у зрителей. При этом абсолютно человеку ничего не болело. Вы посмотрите на её аппетит. Прям тут порошочек выпила, и всё прошло. Я, ребят, раз ногу потянула. Там такая боль была. Там не до еды было. Там не до еды было. И никакие порошочки не помогали. Несколько суток настолько была сильная боль. Про съёмки я уже молчу. А здесь, слушайте, и рыдала, и снимала. И у Вовка эту ногу, её и так, и эдак. Да, и смазывал её прям во всех местах. Говорю, хорошо, что не добрался до туда. Иначе бы по Паттайе бежала. Ночью или днём и про шлёп ногу забыла. Никогда, ребят, я не понимала такого хайпа, когда идёт хайп на боли, на болезнях вымышленных. Когда люди ради хайпа придумывают всякие болячки. Как не страшно людям, что ведь и правда может прилететь. И тогда уже будет не до шуток. Тогда уже будет не до хайпа. Хотя вот в такой кукухе, видимо, как у Нинки, не откладывается вот такое, да. Она, видимо, думает, что ей никогда ничего не прилетит. И этой резиновой свистулькой можно молоть всё, что угодно. И нести всё, что угодно. И визжать, и кричать, и говорить, что быстрей бы отмучаться. Вот прикиньте, кто-нибудь из вас будет говорить такие слова? Да тут даже подумать страшно. Она сидит, жрёт и плетёт. И пофиг вьюга. Главное есть, что пожрать. А остальное пофигу. Хайп словила, пожрала людей. Надурила и красота. И в конце чё-то Нинка завопела про Россию. И вы знаете, я так на миг задумалась. Наверное, просто этот сценарий нужен был для того, чтобы вернуться побыстрее домой. А как же ещё целый месяц? Или всё-таки будут торчать там? Ну и при этом Нина пожелала всем беречь своё здоровье. Но при этом сама ничего не делает, чтобы сберечь своё. Ну, собственно, вы знаете, как я всегда говорила, для таких людей не важно здоровье, не важно самочувствие. Главное, чтобы было что пожрать. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok